Традиционно в начале оперативного совещания заслушивается доклад об обращениях граждан за прошедшую неделю. За прошедшую неделю на территории городского округа произошло 5 пожаров, в том числе в садовых товариществах. В целом, согласно статистике, в городе идет снижение числа пожаров на 16 фактов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Центральная городская больница приглашает граждан пройти комплексное обследование в рамках акции «Здоровая семья. Здоровая республика». С 13 мая 2024 года в Центре здоровья у нас проводится акция «Здоровая семья. Здоровая республика» по профилактике заболеваний, снижению распространенности факторов риска укрепления репродуктивного здоровья и поддержки здорового образа жизни. Центр здоровья приглашает всех желающих пройти комплексное обследование. Каждый день будут вести прием врач-терапевт и педиатр. И в рамках акции с 9 до 13.00 в Центре здоровья будут вести прием специалисты 13 мая – гинеколог, 14 мая – онколог, 15 мая – психолог и 17 мая – психотерапевт Республиканского клинического психотерапевтического центра Минздрава Республики Башкортостана. Впереди у нефтекамских школьников ответственный период ОГЭ и ЕГЭ. Экзамены предстоит сдать 530 выпускникам 11 классов и 1799 девятиклассникам, а также 128 ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 21 июня и 4 и 5 июля, вот два дня, определены в качестве дней пересдачи одного из даваемых предметов на основании заявлений участников. Данные изменения были анонсированы в послании Федеральному собранию президентом Российской Федерации. Если соответствующие изменения были внесены в нормативный право в акте с этого года, у ребят будет возможность выбрать один из ЕГЭ, по которому он не набрал необходимое количество баллов и, соответственно, 4 и 5 июля пересдать. Последний звонок для школьников прозвучит 24 мая. Выпускной у девятиклассников пройдет 28 июня в пятницу, а 29 июня в субботу для выпускников 11 класса. Полина Сюткина, Юрий Соболев, информационная программа «Ежедневник».